Девушки отдыхают 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 что самаряне приняли силу Божию и послали к ним Петра и Иоанна. То есть они уже были готовы послать апостолов к тем, кто уверовал. Послали, это означает то, что вы послали командировочные. И никто не сказал, зачем идти-то, люди уже там обратились. У них это стояло абсолютно точно, что Духа Святого там нет. Почему? Потому что апостолы все были в Иерусалиме. Причина-то какая? То есть тот канал, через который Бог усыновил, этот канал находится в другом месте. Его надо повернуть было туда. Но его повернули, пошли и понесли. Тут вообще разговаривают даже не о чем. Это самое сильное место, показывающее, что без рукоположения апостольского, не просто... А баптисты другие, они не понимают. Руку положили, говорит, Савла и там Варнаву. Куда рукоположили-то? Руки возложили на благословение, тоже рукоположением называется. Я куда ехать, мама была, я всегда к ней забегу, мама, благослови. Становлюсь на колени, она руки положит на голову мне и молится, что путь мой был успешен. Она меня благословила на благовестие. Но она меня не делает ни апостолом, ни епископом. Сектанты ничего не понимают в Писании. У них отнято это, потому что они не принимают священного предания. А священное Писание без священного предания, оно выводит в другую сторону. Почему не все сказано? Почему Господь поставил, говорит, апостол, пророков и учителей в третьих? В третьих. Да они эту третью часть снесли, ничего нету. Учителей нет, а лжеучителя есть. Лжепророки есть. Ну да, нережно не утвержденный в истине превращает в Писание. Ну, понимаете, что апостолы не стали рассуждать. Эти двое поднялись бы почти, но эти их благословили. То есть все были точно уверены, что Дух Святой там не присутствует. А как же обратились? Вот как баптисты. Никто не назовет Иисуса Господом, как только Духом Святым. Вот Дух Святой дается признать. А дальше они не получают для деятельности, для поста, для молитвы. Поэтому баптисты ничего не имеют. Они по-вольному живут. Ни поста, ни креста. И все. Это что-то вроде того, когда Христос сказал апостолам, примите Духа Святого. И кому простите грехи, кому простите. То есть, как вы говорили, узкопропильно, да? Да, но он только дал, только это право, а не на проповедь. А дальше Дух Святой уже в день 50-нице дал силу идти на проповедь. Обрещайтесь силою. А простить грехи тут силы никакой не надо. Достаточно быть рукоположенным, получить Духа Святого. 40 дней, а Господь уходил уже еще на 10 дней. И вот он дал им эту власть до 50-го дня. Прощать грехи больше на другое они не могли ничего. Никуда они не выходили. Не написано, чтобы шли проповедовать. Так, ждали обещанное. Да. Второй вопрос. Деяние 19 глава. В общем, до 6 стиха с 1. Вы помните, там речь идет о том, что Аполлоев благоверствовал в Ефесе. И он был научен в начатках пути Господня. То есть знал... Подождите, а с чем речь идет? Могу сразу вопрос задать? Ну-ну. Третий стих. Да, третий. А, извините, сейчас. Вот, второй. Так, тут еще один заходит. Вот, понимаешь, три человека сразу ко мне просятся. Давай, говори. Говори. Так, быстро. Второй стих. Сказал им, приняли ли вы Святого Духа уверовавших? Да. Они же сказали ему, мы даже не слыхали, есть ли Дух Святой. Да. Вот вопрос такой. Почему Павел спросил, приняли ли вы Духа Святого уверовавших, если он знал, что Дух Святой подается только с возложением рук? Отвечали в Иоанново крещение. Видишь, тут ситуация несколько иная. Они были крещены в Иоанново крещение. Я ищу, где это слово. Вот оно где, в конце стоит. Во что же вы крестились? Они крестились не во имя Господа Иисуса Христа, не во имя Отца и Сына и Святого Духа. Вот когда Петр говорит 2.38, он об этом крещении не говорит. Это крещение во Иоанново крещение. В нем не было прощения грехов. Крещение покаяния называлось оно. Чтобы верили в грядущего. Верить в грядущий, с большой буквы, это Господь наш Христос. И они крестились теперь уже во имя Господа Иисуса. Иные говорят во имя Господа Иисуса, это не во имя Отца и Сына и Святого Духа. Нет, это как раз во имя Господа Христа, то есть ради Христовой жертвы. Но слова произносят Отца и Сына и Святого Духа. Другого крещения не было. А не так, что до 3 века говорили, крещу во имя Господа Иисуса. А не так, Отца и Сына и Святого Духа. Такого не было. Положил руки, тогда Дух Святой сошел на них. Но тут вот вопрос в чем? Павел задает странный вопрос. Если следовать логике Деяния 2.38, что мы признаем этот порядок, что крещение, руководение, а он спрашивает, приняли ли вы Святого Духа у веров. Вот у веров. То есть сразу мы у веров. Но он должен спросить, а как же по-другому-то? Он должен узнать это. А еще он сам не видел, не видел. Люди приходят одни, а когда разговаривают, открывается другое. А он сразу и спросил, если получили Духа Святого, в чем это выразилось? Они говорят, а мы даже не слыхали. А то он с православными встретился. То есть слово у веров касается не самого момента у верования, что Иисус есть Господь, да? Нет. Они у веровали в то, что Иоанн Креститель дает крещение покаяния. Они в это у веровали. Ну, написано так. Апостолы, когда прибежали к огробу, говорят, и у веровали. Ну, у веровали, у веровали. А во что-то у веровали? Почему не написано-то? А Господь воскресший, когда является, говорит, и упрекал их за неверие. Если они у веровали, как он мог упрекать? Они у веровали, что гробница пустая, что никого там нету. Тело своровали. Вот больше ничего не было они. Они не поверили, что он воскрес. Об этом речи не было. Да и Мария, говорит, унесли Господа. Она не верила, что он воскрес. Унесли, я не знаю, куда положили его. И они прибежали, гробница пустая, и они в это поверили, что действительно пустая. Вот и все. Все-таки непонятно, почему он спросил, приняли ли вы уверовать? А что тут я не могу никак понять? Что непонятно? Он обязан был спросить. Он мог им спросить у них. Вы не приняли Духа Святого? Или приняли? Они даже не слыхали. То есть они должны были сами засвидетельствовать. Мы с человеком, когда встречаемся, но я не знаю, что у него есть с собой, так уже в грубой форме сказать. Но вижу, что он садится. У тебя деньги-то есть? Он нет. Ну а денег нет, чего ж ты садишься тогда? Я проводник, поезд сажать, когда сейчас. Я должен спросить его, что в человеке никто не знает, кроме Духа человеческого, живущего в нем? И Павел это не знал, он и спросил. Они о Духе Святом вообще даже не слышали. Не слыхали, есть ли Дух Святой. То есть существует ли третье лицо Троицы, они не слыхали. И они должны были это сказать сами. Он их к этому подбил, вывел на это. Это необходимо было для дальнейшей работы. Человек говорит, да, я бедный, у меня ничего нет. Ну, бедный, я тебе буду говорить. Получить можно так. Если ты поверишь, что я твой спаситель, я тебе дам денег на проезд. Но человек должен был сам сказать, сам постучать. Мы ежедневно просим, хлеб наш насущий, дай нам на сей день. А рядом живут люди, не просят, у них хлеб даже лучше моего, еще из этого. Вывод-то отсюда другой, что я просил, и я имею хлеб, я знаю, что я просил и получил. А он говорит, я не просил, а у меня есть. Я говорю, Даша, ты понимаешь, что ты не веришь, что ты от Бога получил? Не верю. Я говорю, Даша, ты благодаришь Бога из-за стола? Он говорит, нет, а я благодарю, потому что я получил. А благодарность открывает дверь мне канал для получения благодати больше по другим предметам. и поехать, и все остальное. Тут связка, самое главное, признание. А признание, они сами заявили, Дух Святой существует ли, им даже неведомо это было. Вот отсюда и сходи. Он поэтому и вызывал. А он видел какие-то признаки? Не знаем, догадываться не будем. Никто это не толкует. Давайте я последний раз попробую еще сказать, почему я притыкаюсь. Смотрите, уверование, сам момент уверования не дает человеку право получить Святого Духа. То есть не право, я не так сказал абсолютно. Сам момент уверования не дает человеку Святого Духа, если исходить из предыдущих мест деяний. Понимаете, мы впереди говорили, слово уверовать, это не означает уверовать по Евангелию в Господа нашего Иисуса Христа, что Он умер за нас на кресте. Они уверовали, что Иоанн Креститель приходил и крестил в покаянии, и дальше не знали. А для чего? Он говорит, чтобы верили в грядущее, в этом, чтобы раскаялись и открылся путь к принятию Христа. Это тоже уверование. Но Павел-то об этом позже узнал. Он сразу их спрашивает, приняли ли вы Святого Духа уверовав? Но Павел-то в какой главе обратился-то? А эта глава-то 19-я уже, сколько прошло время? Но он так и говорит, как человек, до меня не доходит, что тут непонятно? Нет, слово уверование, оно подразумевает собой в общем принятии христианства, то есть еще и крещение. Нет, нет, нет. Тут написано, учеников в верхние страны придя, увидят, что приняли Духа Святого. Не слыхали даже. А крестят во имя Отца и Сына Святого Духа. Они эти слова даже не слыхали никогда. А во что же вы крестились тогда? Почему спрашивают? Потому что эти слова в крещении произносятся. Они говорят, а отвечали во Иоанново. А во Иоанново ничего не было. Ты каешься, каешься, покайтесь. Их крестили. Вы упускаете это, извините внимание. Он разговаривал с людьми, которые слово Дух Святой даже не слыхали. Они говорят, а мы не слыхали, есть ли такой Дух Святой. Они не слыхали даже этого. То есть, я сейчас скажу, что я понял. Вы скажете, да или нет? Крещение не одно, крещение три. Апостол Павел об этом говорит. То есть, в крещении они свидетельствуют о своей вере в Святого Духа, так? Сейчас, да, сейчас свидетельствуют. А тогда нет. Это был переходной момент от Иоанново крещения. Это был тот момент, который ушел навсегда. Сейчас в Иоанново крещение никто нигде не крестит, потому что учение Христа распространилось. Они это слышали, люди, которые покрестились и от Иоанна, видимо, пошли и стали крестить. А может быть, к Иоанну ходили на Иордан. Во имя Отца и Сына и Святого Духа Господь это сказал в Матфея 28 глава, 18 стих, когда уже возносился на небеса. А крестится в самом начале выхода на проповедь. Между этими словами разница в три с половиной года. Последний. Никак, что тут непонятно-то? Я не знаю, до меня что-то не доходит. Еще не доходит. Вояново крещение, вы поняли, во что они крестились? Да. Ну там слово Отца и Сына и Святого Духа не произносилось это. Нет, не произносилось. Ну и все, они не слыхали. Что тут непонятно-то? Смотри, ну Павел-то об этом позже узнал, что они приняли вояново крещение. Ну он-то их спрашивает, Павел-то знает, он их и раз спрашивает, чтобы они сами сказали. Вот вопрос его непонятен для меня. То есть он спрашивает... А вы согласитесь, вам понимать его не надо. Вы его примите, как есть. Зачем вам понимать его? Вы его слова берите, прямо он спрашивает, приняли Духа Святого? Уверен. Еще не надо ничего спрашивать. Они говорят, даже не слыхали, и вы тоже это примите, что даже не слыхали, то есть во имя Отца и Сына и Святого Духа не было. Но он сказал, а во что крестились? Так знал он или нет? Не знаем. Мы этого не знаем. Как же вы крестились, когда там произносится слово о Духе Святом? Они говорят, во Иоанново, ааа, во Иоанново, да какое-то крещение покаяния. А так для того, чтобы люди верили в грядущего за ним, Христа. А услышав о Христе, они крестились во имя Господа Иисуса. Тут все понятно. Так. Я, кажется, понял. Но вы это выставите еще, чтобы я посмотрел это. Ну, тут слишком ясно. Я не знаю, на чем у вас остановочка-то. А вы в Скайпе можете мне это видеть? Ну, вот это будешь слушать и увидишь, это поставим в Скайп. Тут надо соглашаться. Сказал Павел, больше не прибавляй слова. И ты мысленно представляешь, что это были за люди. Павел не знал, что это за люди. Не знал. Но ему сказали, что они крещеные. И он говорит, ну, а вы крестились, а видишь, что может быть, может быть, я догадываюсь. Заметил, что они там, женщины в брюках ходят, крашенные, мужчины бритые. Ну, как сейчас. Да как вы Духа Святого приняли? Люди, которые, о чем я говорю, носят брюки, это люди, не принявшие Духа Святого. Их внешне видно-то. Они ничего не имеют, кроме Духа Заблуждения-то. Дух-то Святой подскажет сохранять образ Божий. Я уже переношу на наше время, экстраполируя события. И он говорит, да не слыхали. Теперь Павел начинает разговаривать. А как же вы крестились? Да как мы еще в Иоанново крестились? А-а-а. Так у вас тут не были люди, которые крестили во имя Господа Христа, поверить? Да не слыхали даже. А о Христе не слыхали. Христе. Почему? Чтобы верили в грядущего. За мной идет тот, у которого недостоин развязать ремень и обуви. Видимо, о Христе они знали. И Павел мог подумать, что они крестились во имя Иисуса Христа. А крестились значит от кого-то, может от апостолов. А оказалось, ничего у них нету. С нуля надо начинать. Они же крещеные, крещеные. А Павел говорит, и они крестились теперь. Пятый си говорит, а услыхав это, вот что надо, они крестились тогда. И второй раз крестились. Вот второе крещение. А третье, третье в Дух Святой. И вот сошел на них Дух Святой. Крещение Духом Святым. Ну то загибают просто аргументы такие, когда я еще раз поговорил. Говорят, что вот Павел спрашивает, приняли ли вы Святого Духа уверенность? Как будто бы в момент уверования сразу можно получить Святого Духа, минуя эти вешки, то есть крещение и рукоположение. Вы скажите, отойдите. Я работаю, Митя, не два года, а 53. И это еще нельзя сделать. Вот пьяница пьет, его нельзя. Вот наркоман, это пустое занятие. Вот я сегодня много слышал, Ник Вуйщич переехал в Россию, этот без рук, без ног который-то, и он нигде о грехе-то не говорит. Его так они обмылили, да, он герой, трудности в жизни пережил, но он делает для всех, все и мусульмане, и баптисты, и сектанты, ему все принимают-то. Такая проповедь не дает спасения. Надо четко и ясно разграничить зло и добро, вера и ересь. Он нигде этого не говорит. Нигде. И вот надо это, обнимите меня, поцелуемся и проще. Ну, это пока здесь. И вот он с пьяницей говорит, 35 лет, и этот пьяница, ну, он что пьяница, ну, сядь рядом со мной, ну, обними меня. Ну, это детская игра. Он должен ему сказать, был пьяниц, и царствие Божие не наследует. Почему Иоанн Крестите, этот Иоанн Златоуст, нигде не говорит, что пьянство это болезнь. Он говорит, это пленение дьяволом. Это дух пьянства, сатана в тебя вошел. Вы в аду будете гореть? Он их призывал гневом Божьим испугаться. А он, видишь, как вот, ну, пьешь еще, может, женишься, у тебя дети будут. Ну, это пустой разговор человека неверующего. Какая у него вера-то, у этого, без рук, без ног-то. У Коли-то у этого. У меня самое хорошее к нему отношение. Ну, проповедовать он абсолютно неправильно. Он старается всем угодить, потому что перед ним люди такие-таки. Он должен мусульманам всем сказать, нет другого имени под небом данного человеком. А его мусульманка, он Бог на небе, надо звать к небесам. Да нигде не написано звать к небесам, звать ко Христу надо, чтобы верили в грядущего за ним. Вот как надо верить. А он не так говорит. И поэтому он улыбается, все ему, ему плакать некогда. И одна православная хорошо задала вопрос, вас везде вот хвалят, вы такой, а святые отцы говорят, как это погибельно, сатана подножку дает. Вам это не мешает? А он не знает, что дальше отвечать. Не знает. То есть они его замызгали, возят по всем странам, ему надо собой заниматься. Собой. А он все думал, как жениться? Ну женился, жена красивая, дальше-то что? Тоже все это умрет. Хорошо, что он говорит о смерти. Я жене сказал, чтобы мы были верны друг другу до смерти. Слово смерть произносит. Я посмотрел, это не православный человек. Православный так не может проповедовать. Православный говорит обо всем. О гневе Божием, о страданиях, об обращении. Ну, считай, я на ртауста еще раз говорю. Вот так. Да, вы правы. Так, а еще вопрос. Или все уже? Давай. Так, вот. Почему вы считаете, что Лютер не был священник? Мне казалось, протестанты этим аргументом везде машут. Так, не понял. Вопрос. Вы говорите, Лютер, Мартин Лютер не был священником. Не был, он был монахом. Так, а как же написано? В Википедии читал. Что делать? В Википедии читал, что он был посвящен священническим самым. Никогда не был, он был монах. Ну, допустим, давай. Ладно, не будем их оспаривать, им охота быть. Ну, священник дальше, что я не епископ. Никого он рукополагать не мог. Он умер, и ни одного нет. Ничего не меняется от этого-то. Он монах был, но теперь он Богу давал обещания. Он был один, он был не женатый. И женится на монашке. Ну, и все на этом. Так, отходите, выключайте, я другого принимаю. Спасибо, да, хорошо. Давайте, включайся.